Время премьер. Над чем сегодня работают трупы новосибирских театров? Чем будут удивлять зрителя в новом сезоне? О закулисной кухне расскажет моя коллега Алена Беляева. Премьеры на горизонте. Новый театральный сезон только начался, а режиссеры уже приступили к активной работе. В центре внимания сразу двух новосибирских театров стала тема времени. Можно ли его обойти? О принудительном долголетии новый спектакль в театре музыкальной комедии. Такой модульный мир нашей главной героини, и то, как она воспринимает эту реальность уже немножко в таком трехмерном пространстве. Пространство без времени. Одна жизнь, вторая, третья. Всему виной средства Макропулуса. Декабрьская премьера мускомедии. Репетиции со дня на день, а пока последние поправки. Вы собрались здесь только потому, что я обратил внимание на ваши способности. От детства к взрослой жизни здесь время этой эмоции. В «Глобусе» репетируют сцены из норвежского романа «Пианисты». Главный герой, 15-летний музыкант, кажется, готов на все ради победы на конкурсе талантов. Но в этом он не одинок. Среди горстки юных и отчаянных его соседка, от которой он без ума. Это история взросления молодого музыканта, как он постепенно находит ходы от каких-то своих внутренних переживаний к музыке. И, наверное, желание каждого человека найти свою музыку – это и есть то, что происходит с главным героем, когда он пытается услышать, как звучит его Шопен, как звучит его Шуберт. «Строевой шаг» немного смешной и нелепой, как и поведение персонажа этой пьесы. «Голый король» – сказка о том, как желание нравится, может сыграть злую шутку. О лицемерии. Пьеса о лицемерии, о том, как видит в том, в ком нет, видит что-то такое, только потому, что он занимает какую-то должность. Пьесу Евгения Шварца Первый театр представит уже в начале ноября.